Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе. Насенька. Здесь бегают мальчишки. Приехали на очень интересную локацию, которая называется Гебеузские водопады. Находится она возле стелы Геленджик. Прямо перед заездом не в город, а, так сказать, в пригород. Хотим сегодня здесь погулять, посмотреть, как здесь, и, естественно, вам показать. Ставьте лайки, пишите комментарии, и погнали в новый выпуск. Здесь сразу есть парковка, и на парковке вот стоит крест. Также здесь есть стелла с надписью Геленджик. До нее сейчас и хотим сразу дойти, показать, как ориентир. Будете понимать уже непосредственно, где это находится. Артем, встаньте вот тут. Вот когда вы едете со стороны Джугби, то есть вы отсюда вот выезжаете, это Сталапсинский район, вот она, стелла висит, заезжаете, и перед вами сразу вот такая вот стелла Геленджик, курорт. И сразу за ней как раз и находятся Гебеузские водопады. Собственно, сейчас и отправляемся сюда гулять вместе с вами. Достаточно туристическое место. На самом деле, такие места мы не совсем любим. Здесь есть бесплатная вот такая парковка в виде такого кармана. Ну и, собственно, вот он сам вход. Вот он весь маршрут. Схема маршрута. Гебеузские водопады. 1200 метров. Это, собственно, сам маршрут. Здесь, значит, касса. 350 стоит взрослые. 200 рублей ребенок. Проходим и сразу попадаем вот в такую красоту. Посмотрите, здесь сразу же русло реки. Есть столик, где можно спуститься и сразу отдохнуть. Этот мост является частью старого шоссе Новороссии Сухун. Строительство проходило в 19 веке. Руководил строительный генерал Аненков. Вот так вот. Дальше здесь есть кафешки. Шашлыки, машлыки, но пока они не функционируют. Видимо, сезон еще водопадов не начался. Но я думаю, что в июне, в июле, естественно, все заработает. Стоят лавочки. Так. Туалет 30 метров вон туда, в гору. Мы, значит, двигаемся дальше. Зашли в туалет. Короче, с туалетом история, как обычно. Очень, очень стрёмненько, как говорится, заходить. Здесь есть такие декорации. Видимо, местные машины припаркованы. Ну, кто непосредственно, видимо, здесь работает. Русло реки у нас в той стороне. Значит, нам нужно идти вот сюда. Так, что, будем двигаться? Да, Миронечка? Мирончик вместе со мной. Также я несу портфель. В портфеле у нас чай. Артемка тоже несет портфель. У него там еда. Наверное, чуть дальше дойдем, и там будем уже обедать. Ехали мы с Геленчка достаточно долго, потому что это, получается, в самом начале находится. И ехали мы час, час двадцать. Хорошо еще не было серьезных пробок. На самом деле, кто сюда отправится с колясками, в принципе, можно. Пока дорога позволяет, дальше посмотрим. Есть такие ступеньки. А слева именно спуск на колясок. Вот он, река. Постепенно начинает увеличиваться. Вообще, сейчас вроде как ебиуские водопады полноводные. Ну, потому что весна, да, Настенька правильно поправила, должны быть. Собственно, сейчас и проверим, какие они. Пока идем по лесу, ничего нету. Ну, мусорки, да, все оборудовано, как бы все хорошо. Это вторые водопады, которые платят река Жанэ и Гибиуски. Да. Да, которые оборудованы и несложные, да, и несложные, несложные. Да неужели хотят? Дома подошли. А здесь, видите, вот, мостик, вот такое укрепление. Аккуратно. Аккуратно, конечно, да. Так. Свежая конструкция, кстати. Видимо, подготовили. Вот на русло реки. И, как всегда, очень хочу вам показать мощь природы. Посмотрите. Видимо, когда были сильные дожди, сели, с гор спустилось. Не просто дерево, а вся ее корневая система. И не одно дерево, а несколько. Вот так вот. Мы идем, насилие. О, какая речушка-то. Какая речушка-то. А посмотрите, во-первых, какая высота русла. Это раз. И, во-вторых, сколько здесь деревьев принесло. Гляньте-ка. Гляньте-ка, смотрите дерево. Часть уже распилена. На пеньки сделали. Но, тем не менее. Я говорил про коляску, что ехать можно. А сейчас мы идем вот по такой... Хорошо. По такой дороге, по которой на коляске вы уже не поедете. Смотрите. Видите, какие уже торчат камни. Мы, кстати, по-летнему с мальчишками. В сандалиях, без носков. Я вон вообще в тапках. Наконец-то, как говорится, лето наступает. Так, аккуратно перепрыгивайте. О, какое здесь месиво. Так. Давай-давай-давай, Родюша. И... Опа. Залетаем. Вот сюда. Давай-давай-давай-давай-давай. Так, все. Мы прошли грязь, конечно, да. Не хотелось ее наступить, потому что не в трассовках. Лавочки повсюду. Можно отдыхать. Но не знаю я, чего в принципе тропа очень легкая. Лавочек очень не хватало, когда мы ходили на Плесецкие водопады. А там трындец. А, а там дорог не хватало. Там и дорог не хватало. И лавочек не хватало. А выпуск посмотрите, ссылочку закину в описании под этот видеоролик. Каскад водопадов на реке Тешепс или Тешепс. Так, двигаемся. Дальше идти нужно, кстати, тоже повнимательнее, потому что торчат вот так вот корни. Можно запнуться. Такое интересное, что тут надо никакой. Даже камни, видите, какие? Только камни есть. Все вот так вот торчит, причем они, ну, высокие. Беру свои слова обратно про коляску, в общем. Нет, лучше вот так вот. Либо на руках, либо слин какой-нибудь. И вперед. Если у вас такой же маленький ребеночек, как у нас. Так, дальше мост через эту реку. Тут уже возвращается обратно. Пап, это уже с реки? О, новенькие какие-то положения. Да, здесь, вот говорю, сразу вот доски лежат, еще доделывают к сезону. Готовятся и доски, собственно, на самом мост тоже новые. Вот новое. Что, конечно, здорово. О, видите, еще даже не натоптаны. Мы, получается, прям первопроходцы по этому новому мосту. Даже нет следов. Даже пахнет доской. Вот так вот. Опа. Ой. Ну. И корней много, я говорю, надо повнимательнее быть вообще. Можно. Да, бежим. Да. Вы опять полетели, а тебе видишь, что только мосток построили. Сейчас, для тебя, я позвонил, договорился, говорю, для Родиона мосты. По руслу он больше идти не хочет. Да, сынок? Да. Я пошел. Потому что надо было. Так, вот еще лавочки стоят. Вот такой, да, прям вот реально для туристов, чтобы приехать, как говорится, и водопады посмотреть, и по лесу походить, и не устать. Да. Да, вон впереди у нас еще мостик и лестница вверх. Шагаем на мост. Вон, даже еще опилки лежат. Русло реки. Вон маленький-маленький водопад виднеется. И вот так вот с Мирончиком мы двигаемся вместе. А дальше, после моста, лестница вверх. Так, ой, какая она узенькая. И как часто ступеньки. Вот прям, типа, знаете, чтобы даже не заметить, что вы идете по ступенькам, а как будто бы просто поднимаете какую-то небольшую гору. Вот это старые поручни, а вот это новые поручни. И еще даже не покрасили. Здесь возле лестницы такое дерево стоит. И написано «Кавказский дуб возраст 300 лет». Представляете, какой старый дуб. Да, сынок, да. У нас уходит сейчас дорога вниз, но она такая, видите, торчат огромные камни. И нужно внимательно смотреть под ноги. Вон он водопадик. Надеюсь, виднеется. Маленький, буквально метра полтора в высоту. Тише на все, ну вот. Я вот говорю-говорю, аначка чуть не упала. Камни такие прям, ага, дорога в 7-30. Вынимательнее нужно быть. Камельная. Да вообще такая прям, ага. Чуть-чуть еще и в тапках пошли, вот тогда было в кроссовках хочу. Да ладно? Да, в прошлый раз в тапках. Что-то на столе вниз нет, а не по-человечески. Ага, нет, в прошлый раз в кроссовках, а нужды были в тапке и сандалии. У нас снова мостик, причем такой интересный, он полукруглый. Там река, все шумит. Природа здесь вообще интересная, прям геленджик. Если не сидеть на центральном пляже, открывается, вообще удивительно. Вот она река. Небольшие водопады, но это больше похоже не на водопады, а просто как бы, ну, пороги, да, такие речные. А тропинка вот такая. Так что, ребятки, коляски оставляйте сразу в машинах. Не получится пройти, не получится пройти. Просто бывают такие места, где ты думаешь, что не пройдешь, а по факту с коляской спокойно можно погулять. Вот мы, например, ходили в такое место, Голубая Бездна, например. Куда еще? На жане можно. На жане можно с коляской, да. Ну вот что не ходить-то на такие водопады, где ты просто шагаешь по лесенкам, по деревяшкам. Как говорится, да, вот за это и плачешь, правильно Настенька сказала. Дальше опять мостик. А представляете, насколько было бы это интересно, если здесь была бы просто тропа и никаких мостов, ничего. И вот ты просто двигаешься, вот преодолевая вот все вот эти истории. Спускаешься, детей ловишь, ноги мочишь. Это раз в реку мы переходили, если у нас тебя какой-то там. Ну, какая красота. По кругу просто невероятный. Двигаемся дальше. Снова мостик. И снова лесенка. Ну, здорово же, прикиньте. Ну, чего не ходить в такие места? Просто лайт-версия на самом деле. Да, кстати, достаточно крутой подъем. Опа! Опа! Ихатика, Мирончик. Вот так вот. Вот так вот. Поднимаемся. Опа-опа-опа-опа. Так. И тут места для отдыха. Видите, можно сесть, посидеть. На лавочках люди с детьми идут. Мы не одни такие. Вот, а что? Просто с детками тоже ходите в походы. Их это развивает. Хотя вот у кого-то ребеночек плачет. Видимо, уже подустал. А может, просто с непривычки не понял, что происходит. И вот тут вот, посмотрите, виден уже водопад. Их здесь несколько. Поэтому сейчас подойдем поближе. И я вам все покажу. А здесь уже открыта кафешка. Продают сувениры. И мы спускаемся к водопаду. Кра-са-та. Да, если переехать буквально чуть-чуть пораньше, то, конечно, можно застать эту невероятную красоту в городом одиночестве. Но это было утро приятно. Да. Мы чуть-чуть сегодня припозднились. Вот здесь зона отдыха. И водопад. Ну здорово. Ух ты. Неужели мы километр прошли? Что-то так быстро, когда двигаешься на лайте, то вообще не замечаешь, что ты прошел, какое расстояние. А дальше уходит дорога вверх. А, побольше, чем шнурок. Ну да. Так, тут маленький. А вот он, большущий. Так, сколько он метров? Метров, наверное, 20 в высоту. А может, даже побольше. Красота. Сейчас будем делать фотографии. И я думаю, что будем забираться вон туда, повыше, по лестнице. Подожди, Артемка, да, сфотографируйтесь там. Красотища. Ну, людей, конечно, многовато. Но у нас получилось сделать фотографию. Залетайте в телеграм-канал. И посмотрите, какую нам сделали фоточку вот эти ребята. Помогли нам вот с аппаратом. Красота. Пайки, чест. Иногда, если так мягко будет, то хотя бы так хоть, да? Так, сейчас нам предстоит подъем на достаточно крутую лестницу. Там наверху есть табличка, что подниматься нужно не более 10 человек. Я надеюсь, там еще будут водопады. Так. Подниматься это одно. Спускаться это другое. Да, Миронечка. А вот представьте, если бы это было бы дикое место, как подниматься? Нужно было бы искать какие-то тропы. Ну вот мы и забрались. И получается, стоим на вершине этого водопада. Да, высоко. А дальше... О, нет. Опять русло. Но здесь оно такое обустроенное. Будем двигаться. Вот здесь даже есть таблички. Видите? Водопады. Значит, будем проходить дальше. Что преодолеваем? Камни, кстати, скользкие достаточно, поэтому нужно идти аккуратно. Так, мальчишки, смотрите, к вам ящерица пришла. Вон она. Фикс. Смотрит, видишь, что? Можешь мне по глазку? Ну, ты ее вряд ли смотришь. А вон еще одна, видишь, их несколько. Не надо их трогать. Родька, родька отпусти. Я боюсь. Не надо. Почему? Родюша, наверное. Есть вот такая вот лесенка. Очень узкая. И мы вот сейчас пропускаем здесь людей, которые идут непосредственно вниз. Потому что все дружно, мы туда не поместимся. В общем, бесконечно. Людей огромная-огромная группа. Я не знаю, все они вместе или не вместе. Но много. Что, Тёмка? Что, Тёмка? Что, Тёмка? Что, Тёмка? Сейчас, смотрите, холостые даже и не видно. Вон там вот снизу остался еще водопадик. Мы вот тут на эту группу засмотрелись и сразу же стартанули, пока не заняли лестницу. Очень много людей, но на то оно и, как говорится, туристическое место. Грот Высоцкого, второй водопад, третий водопад у нас направо 12 метров, а здесь высота 10 метров. Поэтому спускаемся сюда. Что, Тёмка? Ой, как много людей. Вот получается верх того водопада. Вау, здесь просто красотища. Ничего себе. Так, на что вы готовы увидеть эту красоту? Народа много, да? Короче, надо идти с утра, сейчас надо идти с утра, сейчас надо идти здесь, сжать или ввличку. Вот мне что-то потратишь время. Но там красиво очень. Сейчас пойдем. Да, невероятно вообще. Так, нужно... Мы решили вот так вот перейти на эту сторону и посмотреть. Очень много людей. Ой, там реально грот, посмотрите. Невероятно. Слушайте, ну и вообще красота. Просто бомбическое. Ладно, сейчас снова перейдем на эту сторону. Зачем мы так сделали, я не понял. О, ноги освежить. Слушай, посмотри, какой там грот в скале вон. Да я тебе говорю, очень красиво. И там еще люди. Мы такого не видели, да, красиво? Да, вообще обалдеть. Артемка, очень аккуратно. Ой, как тут свежо сразу. Обалденно. Слушай, красота. Получилось прорваться чуть-чуть подальше. Да, здесь вообще невероятно. Вот так вот капли стекают. Со скалы. Пойдем, Мирончик, я тебе покажу. Смотри. Ну и... Вот он разлом. Мы вместе с Мирончиком подошли прям сюда. Какая красотища. А вон там ущелье. И там вот ходят даже люди. Возможно, мы как-нибудь туда сейчас тоже проберемся. Отсюда просто невозможно уйти. Красота нереальная. Слушайте, ну такой красоты мы еще не видели ни разу. Да, Настя? Да. Это самый топ вообще. Вот чуть-чуть люди разошлись, и вот снова идут люди. Ну что, мы начинаем двигаться к третьему водопаду. Посмотрим, что нас ждет там. Я думаю, там сделаем передышку. А я хочу пробраться в скалы. Там, где были люди. Надеюсь, у меня получится. Покажу вам еще немножко лесенок. Видите, все новое. Стружка валяется. И перила они еще даже не шлифанули. Поэтому, кто будет держаться очень аккуратно, легко посадить за нозу. Безумно крутой подъем получился на лестнице. Прям устали. Кто-то так садится, отдыхает. Видимо, ждет группу. Они, видите, вот так вот оставили здесь портфели. И двигаются уже дальше налегке. Мы вот стоим наверху, видимо, третьего водопада. Вон туда, видите, на том берегу большая-большая группа. И здесь там сейчас нужно преодолеть реку. Вот у нас случился такой перерывчик. Мирончик у нас кушает. Мы ждем. Я вообще думаю, либо ждать, когда вот эта группа спустится вниз. Они вообще, по-моему, разделились на две части. Первая пошла сейчас вниз. Они ждут, когда те поднимутся, и пойдет вторая. Перешили мы, значит, реку. И решили, что подождем, когда эта основная группа сейчас уйдет. Потому что они вообще идут там по пять человек. И насколько это затянется, непонятно. А мы пока вот здесь сядем на полянку, перекусим. Закончился наш перерыв, перекус. И будем двигаться на третий водопад. Надеюсь, что вся эта огромнейшая туристическая группа уже ушла. Сейчас будем проверять. В общем, вот она табличка. Водопады. И все, начинается уходить уже тропинка. Сюда, Артем, стой, подожди. Здесь же здесь меня. Ждите здесь меня. А здесь, получается, можно вот так вот встать прям над самим. Посмотрите, какой каркасник. Невероятно. Не надо туда подходить, пацаны. Попашу. И просто... Обалдеть. Ладно, будем спускаться дальше. Ай? Ай. Но он как каркасник такой выглядит. Ай. Сейчас мы вот здесь его увидим. Вот тут вот спускаемся, значит, по тропинке. Так. И сейчас мы будем как раз его наблюдать. Вот. Здесь вот перила. Так. Аккуратно, держитесь. Вот. И, собственно, вот он открывается. А здесь уходит еще лестница вниз. Так. Ну что, я думаю, надо попробовать, конечно, спуститься. Так, вы стойте здесь скользко. Слушайте, это невероятно. Нет, здесь стойте с мамой. Мама, мы не будем спускаться. Здесь, кстати, из-за того, что очень скользкие ступеньки приделали такие металлические штуки, за счет которых и держаться будем. Окривнительная штука. Обалдеть. И вот здесь вот дальше как раз, вот про что я говорил, что можно спуститься в пещеру. Так, я думаю, что нужно позвать мне мальчишек и спуститься с ними. Решил я все-таки взять с собой всех. Аккуратненько, сынок. Держись. И спускаемся. Но я просто обязан показать детям эту красоту. А здесь вот можно прям под водопад вообще встать здесь неглубоко. Обалденно. Вот, смотрите, в какой красоте мы оказались. Это вот над тем водопадом находится. Раз, два, здесь. Ну как, это не плази, непонятно. Нифига себе. Просто горка от лопат. Черт, туда не надо наступать. Просто невероятное место. Артем, я говорю, ты не ходи. Ну и, собственно, вот он сам, сам водопад вот этот. Какая красота. А в завершении данного видеоролика, ребята, я не могу не покупаться в водопаде. И мы сделаем не просто купалку, как обычно. Мы сейчас прям вместе с вами встаем под струю воды. Так что спасибо, что досмотрели этот выпуск. До самого конца. Ставьте лайки. Какая красота. Спасибо. Продолжение следует...